Так, друзья, шалом! Мир и благодать вам от Господа нашего Иисуса Христа! Мы с вами находимся в парке, который называется Знесене по-украински. Это ландшафтный парк, а по-русски это будет переводиться как Вознесение. Это недалеко от высокого замка. Вот видите, высокий замок, вот это Шпиля. Антенна в высоком замке. Тут замерзшее озеро. Вот, и мы сейчас пойдем посмотрим на старинное кладбище, которое так и называется. Кладбище в Знесене или новое в Знесене. Сейчас мы уточним. Вообще, конечно, друзья, есть особая прелесть. В зимнем лесу, в зимний парк. Даже несмотря на то, что нет снега сейчас. Вот лужи замерзли, а снега нет. Но все равно вот окунуться в тишину природы. И насладиться вот этим простором. Этот парк находится, в общем-то, рядом с центром Львова, недалеко от центра Львова. Но, тем не менее, здесь именно ощущение того, что ты доходишься в лесу. Вот мы сейчас увидим с этого холма город Львов. Ну, сегодня пасмурно. Временами Проглядывает солнышко. Слава Богу, что нет дождя, потому что последние дни была довольно мерзкая погода. Такой дождичек, который разводил слякоть. Вчера, правда, был чудесный день. Вот перед нами открывается панорама Львова. Это новые районы. Сейчас я вам увеличу. И вот тут какой-то храм стоит за деревьями. Так. Давайте посмотрим на Львов. Со стороны парка Знессенья, парка Вознесения. Я максимально увеличил. Ага. Вот. И внизу находится кладбище. Это кладбище, оно действующее. Зайдем в храм, да? Посмотрим. А я не знаю. Видите, недалеко фактически от центра города находится кладбище. А вообще, друзья, во Львове есть замечательное кладбище, которое я номереваясь посетить и сделать видео. Это называется Лычаковское кладбище. Это кладбище-музей. Там похоронены много видных деятелей. Но особенностью этого кладбища, это много польских могил, является именно надгробие. Совершенно шикарное надгробие. Но это не сегодня уже, это как-то в один из дней, если Бог даст нам. Это кладбище, Лычаковское называется, кладбище, как музей архитектуры. С историей цвынтеря на Старом Взнесении у Львови. Из истории этого кладбища. Цвынтер Старого Взнесения. Памятка истории культуры 19-го столетия. Природно-заповедный фонд Украины. Региональный лошадный парк Взнесения. Ага, вот похование на цвынтере категорично заборонено. То есть, фактически, это уже закрытое кладбище. Но оно небольшое, да? Вот такой интересный вид на этот храм. Ну, мы дальше не пойдем, да, туда? Вера, назад! Вера! А что по кладбище? Да. Вот видите, друзья, я прожил в Львове с 83-го года по 2005-й год. Более 20 лет. А вот не было на этом кладбище тоже для меня места нехоженные. Вот смотрите, там дальше еще один храм. Видите? Тут во Львове очень много разных храмов. Идемте глянем, да? Что это за храм? Много таких интересных мест, где так и не побывал. Я и не знаю их фактически. При общении с природой очень важно почувствовать ее. То есть для этого надо окунуться в тишину. Это вот есть такой вид молитвенной практики. Его можно назвать медитацией или созерцанием. Соединиться с природой и соединиться с Духом Божьим, который разлит, который разлит в этой природе. Видите, как много гнезд на деревьях? Тут живет много птиц, грачи, воронье. И вот интересно, на Атшибе вот такая церковь. Сейчас мы почитаем, должна быть табличка, что это за церковь. Наверное, по логике, раз парк называется Вознесение, то и церковь должна называться церковью Вознесение. Окунуться в тишину природы, погрузиться в нее, креститься в природу, если можно так сказать. и потом ждать, пока у тебя изнутри не всплывет слово. Вот это слово от Бога. Как красиво, да? Вдалеке храм. Тоже я не знаю, что это храм, как называется этот храм. Ну, я начал рассказывать в прошлый раз, когда делал обзорную такую экскурсию по проспекту Свободы, о том, что во Львове существует богатая палитра христианских конфессий и течений. Ну, Пальму первенства делят, конечно, православные и греко-католики. Православные, причем, есть как Московского патриархата, так и Киевского, двух церквей. А католики есть, греко-католическая церковь, основная церковь, и есть Рима-католическая церковь. Вот мы в прошлый раз с вами были в Рима-католическом соборе, который находится на площади Рынок. Вот вид Львова. Отсюда, с этой точки, я максимально вам увеличил. Вот смотрите, эта церковь еще, наверное, не действующая, да? Потому что нет входов. Она недостроенная, фактически. и нет названия. Но тут есть пасека возле этой церкви. А давайте выйдем на эту дорогу, а? Не, не давайте. А назад. А мы куда-нибудь выйдем. Куда-нибудь, а что-то в новом? Вот я люблю ходить по новым тропам, но я тут не сам с обозом женским, а женский обоз боится ходить новыми тропами, боится заблудиться. Вот нет у них вот такой черточки Моисеева, Моисеевого помазания. Ну, либо Моисеева, либо кого-нибудь еще, который завел поляков болота, как-то вы этого товарища звали, вот я не помню. Вот. Ну, друзья, я на этом буду заканчивать свой репортаж, потому что мы идем, двинулись в обратный путь, еще бросим последний взгляд на на Львов с этой точки зрения, с точки зрения ЗНЭС Вознесения, Парка Вознесения. Шалом, Лидия, шалом. А, Сусанин, да, Юрий Чернышев, спасибо. Сусанин. Вот меня тянет постоянно то ли быть Моисеем, то ли Сусанином. Жена подозревает, что я все-таки Сусанин, а у меня амбиция, как на Моисея, конечно. Нет, вид очень шикарный, мне нравится, не знаю, как вам. Благодать. Зимний лес, хотя и снега нет. Ну, друзья, пока прощаюсь. До новых встреч. До следующих встреч в эфире. Благословения вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Егорова А.Егорова Моисеем. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...